Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». С вами Андрей Лестев. У нас в гостях юрист, специалист по правам человека Василий Иванович Ничик. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Андрей. Василий Иванович, очень рады видеть вас. И тема, которую я бы хотел сегодня обсудить, это одна из граней тоже свободы. Это свобода выбора человека. Но прежде чем мы приступим к обсуждению, я хотел бы напомнить нашим дорогим телезрителям и вам, что мы в прямом эфире. И, дорогие друзья, вы можете писать, звонить на контакты, которые видите на своих экранах. Итак, свобода выбора. В общем-то, не секрет, мы с вами обсуждали уже вообще, что есть свобода, понятие свободы. Понятие довольно относительное. В том плане, что для некоторых людей делать, что хочу, это иногда бывает нарушать закон. Но и это выбор. И это тоже, да. Это выбор. Да, тоже выбор, да. Для некоторых людей делать, что хочу, это значит вообще быть счастливым самому и делать счастье другим. Ну вот в зависимости, как устроен человек, где вырос, как что понимает и так далее. В общем-то, мы с вами это обсуждали. Вот, Василий Иванович, хотел бы задать вам вопрос. Почему люди одни выбирают, одни идут таким путем и во всем выбирают такой путь, что закон для них не помеха, как будто бы его и не существует в хорошем смысле, что они не планируют нарушать закон, потому что у них все хорошо. Может, это и так оно у них установлено. Да, да, они выбирают, то есть всегда в любой возможности выбрать между плохим и хорошим, они выбирают хорошее. Ну, скажем, не на 100%, понятно, мы не роботы, но не секрет, что есть другая сторона, другая крайность, скажем, это когда люди, не стесняясь, не задумываясь о том, причинит это проблема другому человеку, не причинит, вот идут уперты своим путем. В чем секрет? Ну, это как раз, скажем, есть следствие того, что человек выбирает и как он это делает. Мы говорим о том, что выбирая, человек принимает решение, что дальше будет в его жизни, следующий шаг, следующие действия. Молодые люди выбирают, когда они заканчивают школу, какую же они профессию будут получать, в каком направлении их жизнь пойдет. Бывает такое, что за них пытается кто-то выбор, сделать, и делают за них выбор. И бывает, срабатывает. Да. Но часто мы видим, что через время происходит то, что молодые люди достигнут определенного возраста, определенный этап в жизни наступает, когда он говорит, надоело мне все, я хочу по-другому. Это не мое. Бывает, скажем, вы знаете, я, вспоминая историю человечества, могу как пример выбора, которого в принципе не было, привести как пример. Раньше, скажем, не молодые люди, юноша и девушка выбирали себе спутника жизни, а их родители выбирали им, между собой родители договариваются, и зачастую происходило такое, что только уже либо на помолке, либо даже на свадьбе. Да, молодой человек видит, кто же его невеста, и девушка видит, кто же ее жених, потому что за нее уже все решено, и выбор сделан. Ну вот можно небольшую ремарку я здесь ставлю? Вы знаете, я этот вопрос тоже изучал. Я не знаю, как это было в России, но я вот изучал, как подобный вопрос был на Ближнем Востоке. Дело в том, что в те времена, в общем-то, да и сегодня есть, скажем, и на Ближнем Востоке тоже, такое вот клановое устройство жизни. То есть очень часто люди с детства, в общем-то, общаясь друг с другом, живя вот такими кланами, они все знают друг друга, и вполне возможно, действительно вы правы, что иногда бывает, что особых чувств человек не испытывает. Но вот что интересно, вы знаете, но то, что знал, то знал. Я имею в виду, знал свою, скажем, будущую супругу или там кто станет его супругом, он там с детства знал и видел там, и все. Но были такие. Были, были, да. Но вот что хочу сказать, что, знаете, недавно совершенно абсолютно я удивился, Чикагский университет делал исследования относительно физиологии, в общем-то, человека, и что часто, знаете, люди говорят, когда выбирают свою вторую половину, ну, надо пожить, надо посмотреть, надо подумать, подходим ли мы, не подходим друг к другу. Так вот, вы знаете, что интересно? Что на основании этих исследований ученые пришли к такому выводу, что совместимость физиологическая, вот если нет каких-то болезней или что, она у людей практически стопроцентная. То есть, я это к чему хочу сказать, что, в общем-то, сегодня, конечно, когда была там, скажем, эпоха хиппи, там сексуальная революция, вот это все, да, сегодня, конечно, для нас немножко удивительным кажется, что родители выбирали спутницу жизни или спутника жизни, да, но все-таки надо признать тот факт, что эти семьи были очень крепкими. Ну, Андрей, вы знаете, эта тема, она сама по себе очень интересна, я думаю, что об этом можно было бы отдельно ищать отдельную тему, о том, как это все сказывалось, потому что, безусловно, были и позитивные моменты, были и негативные, но и при этом нужно сказать, что в тех условиях жизни там были свои правила, которые формировали обязательства к сторонам, которые все равно ставили и их в принятие решения и выбор, когда кто-то делает выбор. Так вот, если вернуться к теме выбора, мы понимаем, что выбирать приходится всегда. И человек, принимая решение, он выбор делает, исходя из разных факторов. Ну, что может влиять на принятие решения? Василий Иванович, вот из вашего, вот сейчас вашей этой ремарки, реплики, я делаю вывод, что выбор – это и есть свобода. Ну, мы об этом говорим, что выбор – это одна из граней свободы. Да, то есть, само понятие… То есть, я бы не сказал, что выбор – это и есть свобода, я бы сказал, что выбор – это одна из грани, определяющих, что есть свобода. Что у человека есть свобода. Да, потому что, когда нет свободы, нет выбора. Если нет выбора, нет и свободы. Да, когда человек не может выбирать, там уже нет свободы. Об этом разговор уже не идет, что человек свободен. Но не всегда выбор может быть делать сам человек. В каких-то вопросах. Да. Но даже если, скажем, например, за меня родители приняли решение, какую я буду получать профессию. Хорошо. Свободен ли я что-то дальше в своей жизни потом делать? Конечно же, все равно наступает момент, когда я становлюсь свободным принимать решение, как мне действовать. Да. И дальше работать в этом направлении? Или же это направление жизни, которое мне предложили родители или навязали родители в своей жизни его не практиковать и пойти другим путём? И это есть тоже свобода выбора. Выбор человек делает, исходя из либо влияния внешних, опять-таки, взглядов, либо исходя из своих внутренних убеждений. Но вот внутренние убеждения, вот смотрите, есть ли некий возрастной ценз такой, ну нет, даже не ценз, неправильно. Есть ли некая возрастная вот такая градация, шкала, которая может определять, когда человек свободен именно в своём выборе? Вот вы поймёте, что я имею в виду. Смотрите, я вот анализируя, скажем, своё детство и юность, я всё-таки видел, что мой выбор исходил из влияния, которое на меня оказывало окружение. Допустим, мама моя всё время хотела, чтобы я получил профессию, она говорила, закончи художественную школу, потом пойдёшь в художественное училище, а там уже определишься. Главное, чтобы у тебя была профессия. Я, говорит, хочу, чтобы ты был дизайнером. Вот. И, собственно говоря, знаете, а мои друзья, они всё время надо мной смеялись, потому что хоккей, футбол, там вот это вот всё, и всё время меня подкалывали, что я учусь в художественной школе. И, знаете, честно скажу, у меня много раз было желание... Бросить это всё. Это всё бросить очень много раз. И только из любви к маме. То есть, это факторы, которые влияют на выбор. На выбор. Это факторы, которые влияют на выбор. Свободен ли я в этом? Вот вопрос. Но свободен... Если на меня оказывается давление с двух сторон. Это давление, это то, что влияет на принятие решения. И вот когда эти факторы перед человеком становятся, вот есть мнение ровесников, вот есть мнение родителей, то вот при принятии решения уже теперь будет зависеть от внутренних установок или внутренних ценностей. Если в человеке есть ценность почитая отца и мать, то при вот этом выборе человек будет принимать решение, к чему склониться. Значит, он склонится к тому, что, ну, даже если, может быть, мне не совсем нравится, но я люблю и уважаю и почитаю родителей, я сделаю так, и говорит мне отец или мать. Если у человека этот ориентир, эта ценность почтения к родителям не стоит как одна из высоких ценностей, то в итоге человек склонится к тому, что, да что мне то, что родители говорят, я уже взрослый, я буду делать так, как я хочу. То есть принятие решения и выбор сам зависит от того, на что у человека внутри есть его ценностный мир, на что у него есть табу. Табу, может быть, у человека есть на то, что, как я могу изменить своей жене. Вот мы интересную историю знаем из Библии про Иосифа, который оказался в рабстве в Египте, и, будучи рабом, он стоял перед выбором, когда жена его хозяина его хотела соблазнить, он, видимо, красивый, статный юноша был, молодой человек, вот, и она хотела его соблазнить, чтобы он к ней в постель лег. Никто не видел, все закрыто. Двери закрыты, она приготовила лучшее, возможно, помещение, все приготовлено, но он дает ей очень четкий ответ. Он показывает свои ориентиры. Он говорит, да, нас никто не видит, но как я сделаю это великое зло? И даже он говорит, не просто согрешу перед своим хозяином, хотя он хозяина упоминает, он говорит, как я согрешу перед Богом и перед господином, который мне в доме своем доверил все, кроме тебя. То есть, он имел внутри себя установку на то, что я не могу сделать вот это действие не потому, что меня кто-то видит или не видит, а потому, что я понимаю, это неправильно, это несправедливо. Да, я согласен. Но в этом смысле вот тот пример, который вы привели, я, конечно, не знаю, как там было в реальности, потому что тот пример, который вы привели, он все-таки тоже опирается на массу определенных нюансов. Например, может быть, эта женщина была такого внешнего вида, что там нужно было, я не знаю, в какое состояние прийти, чтобы это сделать. Конечно, когда у человека есть определенные в голове, скажем, желания относительно того, чтобы это сделать, он понимает, что у него табу по причине это и это, и когда он где-то в мыслях мог бы себе это допустить, то да, тут я согласен. Я думаю, что жена военачальника, она не была похожа на бомжиху. Ну да. И она была одного из лидеров государства, египетское государство, оно, в общем-то, делало ориентиры. Да, Василий Иванович, я к тому, что я с вами согласен. Я здесь к тому говорю, что, я же говорю, я ту ситуацию вот до конца не знаю. Я думаю, что привлекательность это не была проблема. Наверное, да. Я к тому, что в некоторых случаях людям легко сделать правильный выбор по причине того, что просто нет желания. А вот, кстати, есть некоторые табу. Знаете, когда вы сказали про табу, у меня почему-то в голове первая мысль, которая была, это наркотики. Потому что я скажу так, что для очень многих молодых людей, для очень многих молодых людей это табу. Безусловно, но это табу, оно, опять-таки, чем-то формируется. Обусловлено, да. Оно, с одной стороны, обусловлено, с другой стороны, оно чем-то формируется. Откуда это формируется? Почему сегодня, скажем, очень активно работают профилактические программы различного направленности, которые пытаются молодым людям показать, какие будут последствия от употребления наркотиков. И показывают это и в самых, так скажем, чреватых последствиях, начиная с того, что... Родители тоже работают. Привязанности, да. Родители, безусловно, работают. И поэтому у человека некие вот эти вот ограничения начинают работать благодаря вот этим установкам, которые формируются. Опять же, мы видим, что все-таки вот в каком-то смысле вот мы говорим, что выбор – это одна из форм свободы. С другой стороны, мы видим, что выбор у человека формируется. Где тогда его свобода? Ну, извините, мы и о свободе с вами говорим, что свобода, она не совсем безгранична, она заканчивается там, где начинается нарушение права другого. Свобода другого, да. Вот, поэтому мы всегда, говоря о свободе, говоря о выборе, мы все равно всегда понимаем, что как на свободу влияют какие-то принципы, границы все-таки, да. Также и на выбор влияние всего этого есть. И вот здесь очень важно то, что является моим руководящим принципом. Василий Иванович, очень интересная тема, и у меня есть еще тоже к вам вопрос, но к нам поступают сообщения, и я не могу их не зачитать. Дорогие друзья, хочу напомнить, что мы с вами в прямом эфире, пожалуйста, пишите, звоните на контакты, которые видите на своих экранах. Где у нас свобода выбора? Я родился не по своей воле. Это мнение нашего телезрителя. Меня об этом никто не спрашивал. В определенное время, в определенном месте, у родителей, которых я не выбирал, с определенными свойствами, внешностью и полом. Меня воспитывали родители, воспитывали учителя, без моего согласия. Я пошел в армию и институт на работу, потому что такие же требования были в обществе для всех, где я жил. Я слепо подчиняюсь законам государства, в котором живу. На меня воздействуют моральные принципы религии общества, в котором я нахожусь. И последнее. Я раб той же рекламы, которая меня окружает, образа жизни, питания, поведения, образа жизни. В чем тогда моя свобода? Я просто раб, и даже день смерти мне не выбирать. Ну, весьма эмоциональное такое утверждение. Но что-то в этом все-таки есть. Безусловно, что есть в нашей жизни то, что мы не можем изменить. На чем человек невластен. То, на чем мы невластны, есть то, чего мы не можем изменить просто по факту всего. Мне кажется, мы обсуждаем то, что мы можем изменить. А говоря о выборе, мы говорим о том, что я могу сделать. То, что я могу сделать. Я понимаю, что когда я перехожу дорогу, я могу выбрать идти на красный свет или на зеленый. Но я не могу, скажем, изменить ситуацию того, чтобы машины на дороге исчезли. Я этого не могу сделать. Но я тогда могу принять решение, как я буду эту дорогу переходить. Они все равно есть, эти автомобили. Их много. Но я должен как-то двигаться. Да, на мой взгляд, немножко пессимистический взгляд на жизнь. Все равно каждый из нас сталкивается с тем, что у человека есть. Есть то, что мы не можем изменить, то, что как данность, то, что как реальность. Но среди всего этого все равно человек принимает решение. Все равно он избирает, как он будет действовать. Ну, вот тоже есть такое мнение. Любые поступки человека предопределены его мыслями. А те, в свою очередь, предопределены бесконечным числом факторов, которые влияют на него. И тем более нет возможности эти факторы контролировать. Совесть, воля, интуиция, свобода выбора – это понятия и концепции, описывающие некие феноменальные проявления личности человека. Если бы у человека была возможность контролировать выбор в момент выбора, то разве бы он выбирал жизнь преступника? Выбирал ли бы он обиду, ненависть, раздражение или ревность? Я думаю, что выбирал бы. Я думаю, что да. Знаете почему? Смотрите. Ну, буду апеллировать в священном описании. Мы с вами можем найти такое утверждение. Говорит, не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. То есть, выбор мой. Когда я выбираю, с кем я общаюсь. Кто на меня влияет. И это будет дальше формировать в моей жизни очень многие факторы. То есть, я делаю первый выбор. Вот, в своей жизни. Когда я принимаю решение, куда мне идти и как мне поступать. Или же вот еще известный такой есть в псалмах Давида. Псалом говорит. Блажен муж. Или же, скажем по-современному. Счастливый тот человек, который не ходит на совет нечестивых. Людей, которые ведут беззаконный образ жизни. Который не сидит в сообществе тех, кто занимается развратными. Или же, может быть, преступными делами. Планированием каких-то преступных деяний. Счастлив этот человек. Почему? Потому, что он будет свободен в своей жизни в дальнейшем правильные решения принимать. Он будет свободен делать выбор, который принесет ему счастье и благополучие. То есть, вот здесь я выбираю направление, в котором я буду дальше двигаться. И выбрав направление, мне дальше будет все проще делать выбор и в других вопросах, которые на моем пути будут встречаться. Почему, скажем, извиняюсь, в преступных сообществах, вот в фильмах художественных можно увидеть, каким образом делают кого-то с участником преступного сообщества и втягивают в преступление. Когда человека, который не был преступником, это может быть молодой человек, которого вот втягивают в какую-то банду, его отправляют на какое-то дело преступное. И после этого ему просто говорят, ну, ты теперь один из нас. Теперь ты уже никуда не денешься, ты дальше должен с нами. Потому, что если ты выходишь, то либо мы тебя должны убрать, либо тебя быстро заберут. И ты уж там потом пойдешь по полной катушке, посадят тебя, накажут тебя, еще, еще, еще последствия. То есть, опять-таки, человека втягивают. И вот этот вот подход в жизни человека, любого со стороны греха, со стороны зла, которое есть, это очень серьезное влияние. И мы делаем выбор, в какую сторону идти. Да, вы знаете, Василий Иванович, иногда бывает такое, но, слава Богу, это бывает вот сегодня, скажем, не так часто, как те же вот начала 90-х годов, да, вот в нашей стране то, что было. Был один момент, вот вы сейчас говорили, я вспомнил про одного своего друга, он жил в Грозном, очень был, просто был пример. Вот какой человек, он был чеченец, замечательный парень, воспитанный, правильный вот во всем. И наступил такой момент, он просто пропал. Вот мы, ну, исчез с поля зрения. Значит, что с ним случилось? Во время первой вот чеченской войны к нему пришли боевики, вот, и сказали, значит, мы, или ты с нами сейчас идешь, или идет твоя сестра. То есть, вот они его поставили перед таким выбором. И он потом, когда появился, он, значит, вот это рассказывал, и мы видели, как вот жизнь, вот, она изменила его. Вот, и он говорил о том, что какой я мог сделать выбор? Естественно, пошел я. И я, говорит, я понимаю, я, говорит, осознаю, что я, говорит, уже неизменимо стал другим. Я к тому, что, знаете, некоторых людей вот жизнь ставит, но в такие жесткие условия выбора, жесткие условия выбора, которые подчас влияют вот на всю их жизнь. Я вот честно скажу, что вот в его ситуации, и действительно, знаете, вот, скажем, в странах, где идет война там какая-то, да, часто люди перед таким выбором сталкиваются, что мы даже себе этого представить не можем, насколько он сложный. Поэтому, конечно, когда люди вот заявляют такие вещи, ну, то, что я прочитал, я не хочу как бы давать никакую оценку этому комментарию, но все-таки, на мой взгляд, когда мы живем в мирной стране, да, когда у нас есть возможность ходить в магазин, водить в школу своих детей, это такое огромное счастье, когда мы понимаем, что мы не сталкиваемся просто с такими ужасными условиями выбора, в которых находятся другие люди. Дело в том, что в какой бы момент жизни человек не попал, он всегда имеет возможность и там делать выбор, как ему действовать. Я вспоминаю, в детстве читал книгу, я думаю, что, возможно, вы читали ее знаменитой такая «Хижина Дидитома». Да. Да? Да. Вот. И в этой книге описывается жизнь рабов. Когда читаешь ее, в общем-то, люди с высокоэмоциональным, так скажем, высоким эмоциональным восприятием со слезами читают эту книгу. Но можно увидеть, насколько иной раз духовно, внутренне более сильными были те слуги и рабы, нежели их хозяева, которые применяли насилие по отношению к ним. Почему? Потому что эти слуги и рабы, да, они были рабами, но внутренне они были свободными. И даже тот хозяин, он не мог сломать их внутренний мир, как он не пытался издеваться над ними. Бил, унижал, оскорблял. Но у них был внутренний стержень, которого они придерживались, на чем они стояли. Что формировало их как раз силу. Поэтому я понимаю, что в нашей жизни очень важно то, что определяет наши внутренние ориентиры, которые помогают нам принимать решения и делать выбор. В какую бы ситуацию мы не попали, куда бы нас жизнь не забросила, когда мы читаем с вами книгу «Архипелаг ГУЛАГ», когда мы читаем истории о людях, которые оказались в тюрьмах ГУЛАГа, мы можем увидеть, что там были и отпетые бандиты, и были те, кто туда попали по воле той истории, которая была в нашей стране. Но это были высококультурные люди, это были люди высокодуховные, и они формировали атмосферу свою. И эта атмосфера, она влияла на тех, кто находились рядом с ними. И эта история, которую читаешь книги по тем событиям, она показывает, как люди, даже находясь в заключении, они оказывались сильными духом. Может быть, они там умирали, может быть, они там погибали, но их внутренний дух, их внутренняя свобода, она была гораздо выше, нежели кто-то пытался их поставить на колени, сломить их внутренний мир. Поэтому мы в своей жизни делаем выбор всегда. И очень важно, на чём основывается наш выбор, к чему мы стремимся, к что мы хотим в своей жизни в итоге увидеть. Но опять-таки скажем, на это серьёзное влияние оказывают моральные, духовные ценности, принципы, которыми руководствуется тот человек, который делает выбор. Да, спасибо, Василий Иванович. Мы сегодня, конечно, затронули такую очень-очень важную, важную, важный вопрос. И, знаете, один из вопросов, который мы уже не успеваем по причине того, что у нас заканчивается время обсудить, не успеваем, он вот так звучит. Каждый сам вершит свою судьбу, только последствия выбора всегда предопределены. Такая интересная позиция. Это, конечно, другая тема разговора, как люди видят предопределение там и прочее. Но последствия предопределены в зависимости от того, какой выбор сделаешь. Если я принимаю решение повернуть на улицу Ленина, то последствия какие? Я приду в конец улицы Ленина, если я по ней буду продолжать идти. Если я принимаю решение повернуть на Энгельса, то я приду в конец улицы Энгельса, если я буду идти. Последствия предопределены, но выбор делаю я. Моим выбором. Да. Последствия предопределены выбором всё-таки человека. Всё-таки выбор за нами. Да. Спасибо большое, Василий Иванович, что вы нашли время, приехали к нам в студию, очень интересная была беседа. Дорогие друзья, спасибо также и вам, что вы были с нами. И, пожалуйста, пишите, звоните на контакты, которые видите на своих экранах. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»